Здрасте! Всем друзья, привет уленьки! Мы начинаем новое прохождение на канале и начнем мы его с того, что какие же моды у меня используются в этом прохождении. Может быть вдруг кому будет интересно, потому что постоянные вопросы, а что это за мод, а это где, а как его взять и так далее. У меня на самом деле сейчас идет уже, наверное, пятая или шестая серия. Все отснятое уже есть на бусти, так что если вдруг кому-то очень сильно интересно и не втерпешь, на бусти у нас все выкладывается заранее, ссылочка есть в описании. Там эта карьера уже стартовала. В общем-то, друзья, погнали начинать смотреть, что у меня установлено. Первые два мода, о которых стоит сказать, наверное, это автодрайв и курс плей. Это, друзья, работники, которые работают на полях или не на полях. Замена, скажем так, альтернативная замена искусственному интеллекту, который будет у вас работать. Курс плей умеет делать все, что надо на полях, то есть он может убирать урожай, пахать, сеять, культивировать. Из отличия с девятнадцатой фермой, он еще прекрасно справляется с тем, чтобы ездить по полю, обматывать тюки и собирать их на прицепы с автопогрузкой. Также, судя по описанию курс плей, он еще умеет работать с перегрузкой и силосной ямой или просто из куч, но этого лично я еще не проверял, поэтому не буду говорить, насколько это хорошо работает, со всем остальным он справляется просто прекрасно. Автодрайв же, друзья, умеет ездить по карте из точки А в точку Б, при этом выполнять различные пополнения или выгрузки. То есть можно его просто отправить куда-нибудь ездить, можно его отправить куда-то что-то отвезти, плюс он работает в связке с курс плей, поэтому можно отправить, например, работать, как у меня сейчас отправлено, вот сейлка сеет поле. А если закончатся семена, то оно само переключается на автодрайв, он едет их, пополняет, возвращается и продолжает с того же самого места. В общем-то, сильно много про эти моды рассказывать не буду, как ими пользоваться, друзья, рассказывать не буду, гайдов в интернете миллиард просто, поэтому у меня на канале есть гайды для 19 фермы, там почти все то же самое. У курс плей немножко другой интерфейс, но ничего страшного, в принципе, разобраться можно. И погнали к следующей группе тогда. Сейчас, друзья, поговорим про моды, которые на интерфейс у меня влияют здесь. И первый называется Contract Hood. Это вот такой маленький худик сверху, показывает активные ваши контракты и процент их выполнения, чтобы не лазить в меню. Сразу у вас на экране все есть. Также из интерфейсов хороший модик мне показался очень нужным, это Crop Grow Stage Info. Вот здесь в меню есть такая штука Grow Stage в правом нижнем углу, один из четырех, то есть первая стадия роста и всего будет 4 дня эта культура расти. У нас здесь растет овес. Соответственно, если мы перебежим на какое-нибудь другое соседнее поле, здесь у нас тоже овес, но ничего вообще не написано по этому поводу, потому что, скорее всего, ничего не сидит. Но вот найдем другое поле. Здесь у нас канола, она растет 8 дней, здесь первая стадия из 8. В общем-то, довольно-таки полезная информация на тему, когда ждать урожай, потому что с этими стадиями роста новыми немножко все стало сложнее. Далее у нас модик называется Drive Distance Counter. Опять-таки, вот здесь вот на худи появился еще две строчки новых, это Trip и просто 85 километров. 85 километров это общий одометр, сколько этот трактор проехал всего. Я любитель статистики, штука не обязательно, но мне нравится. Trip у нас это вот конкретно, это поездка, он сбрасывается при каждом перезаходе в игру или в 12 часов ночи. Ну или вручную, его, кстати, тоже можно сбросить вполне себе. Если говорить об остальных интерфейсах, это уже модик называется Enhanced Vehicle. Здесь добавляется дополнительная информация в правом углу по поводу поломки, все в процентах, без вот этого вот. Мне такое не нравится, поэтому мне кажется удобнее вот так вот. Топливо в литрах, все в литрах, расход топлива. Плюс здесь есть еще функции блокировки дифференциала, и это вроде как работает, но я этим не пользуюсь. Плюс есть функция GPS, этим я тоже не пользуюсь, но она есть. Далее модик тоже простой, Extended Game Info Display. Добавляет в верхний худ дополнительную информацию, то есть стоит у меня год второй, чтобы за этим следить. Еще можно поставить, чтобы он температуру показывал, но я это дело выключил, мне это неинтересно, я играю без сезонов. Далее у нас на очереди Info Display Extension. Расширяет немножечко вот этот вот экран, который снизу в правом углу опять-таки появляется, показывает гораздо больше всякой информации. Я честно говоря не помню как должно быть в оригинале, но вроде как всего того, что здесь написано быть не должно. Касается бункеров, то есть если мы к технике подойдем, то же самое информация высвечивается, в общем-то тоже полезненько. Далее у нас идет мод, называется Info Message Hood. В окне вот этом вот F1 иногда бывает информация, в данном случае это PlayerSpeed X15 у меня. Здесь много чего может находиться и чтобы это было всегда доступно, по закрытии F1 эта надпись у меня тоже выводится сверху. Она немножко конечно конфликтует с другим модом, но ничего страшного. Следующий мод опять-таки на расширение Huda и он называется Show Fill Type Name. В ванильной игре в обычной без модов мы имеем в правом нижнем углу только значок культуры, который у нас загружен, а здесь же у нас написано что это. Потому что я например по значкам ни хренашеньки не ориентируюсь, поэтому мне это надо. Но если говорить об интерфейсе, то есть еще один модик, называется Vehicle Inspector. Это вот это вот большое окно в левом верхнем углу. Здесь показаны все транспортные средства, которые у вас работают, где они, с какой скоростью едут, что у них в бункерах, чем они занимаются и так далее. Штука настраиваемая, много настроек, можете сделать как захотите, поэтому всем рекомендую. Ну и еще насчет интерфейса, я не знаю можно ли это отнести в интерфейс, есть у меня еще вот такой вот модик, называется Time Saving Stock Check. Проверка запасов, экономящее время. Здесь у нас появляется вот такое дополнительное меню и в этом меню мы можем наблюдать все запасы, которые у нас есть в элеваторах, на полях тюки показывает, все склады, показывает цену максимальную, где это все дело можно продать сразу же, сколько это все будет стоить. То есть у меня сейчас 1 миллион литров соломы например лежит, на сегодняшний день максимально его можно продать по 44 евро за куб в ТЭЦ, а за все это дело мы выручим 44 тысячи, если продадим сейчас. Показывает также максимальную цену и в каком месяце она находится для игры сезонов, ну и здесь есть итогу, которое все это дело суммирует. Я еще не дошел до полей своих запасов, но у меня есть подозрение, что штука тоже полезная. Далее друзья поговорим о модах, которые связаны с контрактами и работы на чужих полях. Первый из них называется Better Contracts, штука которая полностью улучшает систему всех контрактов. Во-первых делят здесь вот так вот все по группам, то есть если вы хотите заниматься чисто контрактами на тюкование, вы спокойно можете отключить все фильтры и у вас здесь будут контракты чисто на тюкование, остальные будут скрыты. Также имеет кучу настроек, можно расширить количество контрактов до Unlimited, но я честно говоря не советую, оно все багается постоянно, больше 7 штук я вам брать реально не советую. Можно немножко уменьшить доставку на сбор урожая, у меня по максимуму стоит, я бы честно говоря и больше поставил бы с удовольствием, но если хотите воровать больше урожая, то пожалуйста. Есть опция ленивые фермеры, то есть активируя ее и активируя например сбор урожая, то NPC фермеры не будут принимать участие в уборке своих полей, соответственно будет больше контрактов на уборку. У меня пока что эта штука выключена, но не знаю может быть как-нибудь и включу. Можно также немножко повысить сложность, активировать себе всякие штрафы, можно поставить такую штуку как разлокировать арендное оборудование. То есть сначала выполнять контракты на своей технике, только потом по испечению некоторых контрактов можно будет выполнять это все дело на арендной. Штрафы за крайний срок, месяц, день, то есть не успели сегодня выполнить контракт, получите штраф. И есть еще прикольная штука, скидка на покупку поля. Я тут себе поставил 2% за каждый контракт, максимум 20% в любом случае будет. У меня правда здесь написано максимальная скидка не может превышать 50%, но где-то я набил 20% и мне сказало, что все это максимальное. Ну ладно. А, количество заданий с эффективными скидками, да, это я сам себе поставил 20%. Ну и создание контрактов, можно поставить, чтобы каждый час были новые контракты, 20%, не знаю, это у меня по умолчанию осталось. Также в этой штуке доступна дополнительная информация, вот здесь есть такая штука деталей, чтобы прикинуть стоит ли выполнять этот контракт. Например, вот мы смотрим контракт на поле 65, вспашка. 47 тысяч дают, но есть тут расчетное время 3 часа 38 минут. Понятное дело, что это примерно, в общем-то, в любом случае этот контракт, например, имеет минимальную прибыль, я его выполнять не хочу, много времени займет и как и все контракты на вспашку. А есть, например, контракт на сбор ржи. Здесь мы видим и большую прибыль, здесь мы видим сколько требуется доставить урожая, примерно сколько можно будет оставить себе. Расчетное время опять-таки. Я так понимаю, оно его считает, судя по технике, которая выдается здесь. Можете запустить туда 10 своих комбайнов и убрать его за 5 минут. Вот, плюс примерно считая, сколько будет стоить вот эта вот прибыль от урожая вот этого лишнего. Ну, в общем-то, да, полезная информация. Тоже всем рекомендую, но брать миллиард контрактов за раз я вам точно не советую. Также у меня стоит модик, называется Lime Contracts. Добавляет контракты на посыпку извести. У меня здесь таких сейчас нету, просто так получилось. Но вообще они есть, он работает, все хорошо. Ну и плюс еще к контрактам я добавил контракты на поставку. Он вроде как так и называется, по крайней мере в русской локализации добавляет контракты на поставку. То есть, если у вас есть 78% льна, вот есть 24 часа, чтобы его привезти. Берете контракт, везете, получаете 57 тысяч. Тут также считается, что по максимальной цене будет сток. Какая-то цена за куп по контракту такая-то, можно продать дороже на 10 тысяч. Почему нет? Имеет смысл этим пользоваться. Опять-таки, контрактов всего 4 и на карте с большим количеством производств и большим количеством культур, мне кажется, будет тяжеловато попасть в нужный, но а вдруг? По контрактам, друзья, у нас все. Погнали посмотрим тогда простенькие скрипты, которые у меня здесь используются. Правда, не смогу я их, наверное, вам все показать, но ладно. Первый называется Chopped Straw for Harvesters. Мод, который использовался мной в 17-19 во всех прохождениях, позволяет при уборке поля и разбрызгивании соломы, распылении соломы, использовать это как один слой удобрения. Если вы отделяете солому, то, соответственно, ничего такого не будет. По поводу тоже простого скриптика и контрактных работ, есть еще такая штука, как Collect Straw Admissions. Позволяет вам воровать солому с чужих полей. То есть вы убираете чужое поле, там отделяется солома, всегда жаба душит, почему бы ее не продать, это все-таки деньги. С этим модом вы, соответственно, можете ее там собрать, затюковать, что хотите с ней и делаете, можете отвезти себе. Далее еще такая штука, большой мод довольно-таки называется Easy Developments Control. Тоже довольно популярная штука, наверное, все ей пользуются. Это дополнительное менюшка, где вообще это используются как инструменты разработчиков, но, в общем-то, есть здесь всякие читы полезные. Кто как этим пользоваться будет, ребята, это уже на ваше усмотрение. Здесь очень много настроек, настройки погоды, времени, в общем-то, все консольные команды просто собраны в удобное меню. Еще один полезный модик называется Horse Helper. Я им еще не пользовался, но в любом случае мне понадобится автовыгул лошадей. Как мы знаем, лошадок нужно выгуливать каждый день, по-моему, по 2 минуты кататься на каждой. Если у вас их дохрена, то это дохрена времени занимает и занятие отнюдь неинтересное, поэтому штука, которая сама выгуливает ваших лошадей, берет за это небольшую денежку, но экономит вам кучу времени. Далее модик, про который меня тоже часто спрашивают, называется Park Vehicle. Эта штука позволяет убрать технику из таба, то есть вы ее припарковали и она вам не нужна. Соответственно, при переключении по табу, вот я сейчас щелкаю таб, у меня переключается, соответственно, по 2 единицам техники. Но на самом деле техники вы видели, что у меня гораздо больше. Она вся остается доступна, в нее можно сесть через меню или в нее можно просто зайти и подойти. Просто подойти и зайти, точнее, да. Соответственно, мы выключаем вот эту вот штуку здесь, пропадает значок и мы переключаемся уже по 3 техникам. Когда техники много, становится очень полезным. Далее простой модик называется Player Speed, позволяет вам быстро бегать, настраивается несколько разных скоростей, можно даже и медленнее бегать. Ну, в общем-то, мне больше нравится бегать, чем перемещаться по карте, поэтому я им пользуюсь. Далее еще есть модик на автопогрузку. Я так понимаю, вся техника, которая с автопогрузкой, просто требует наличия этого скрипта, поэтому он есть. Также установлен у меня блокировщик тележки прицепа. То есть, если мы возьмем какие-нибудь прицепы с поворотными осями, вот, например, вот такого. У него передняя вот эта вот поворотная ось и ее очень тяжело парковать задом. Соответственно, нажимаем кнопочку, эта вся штука у нас блокируется и задом легко заезжаем. Ну, и из скриптов еще один модик дополнительной настройки игры, он называется. Примерно вот так вот он выглядит. Здесь можно выключить HUD, выключить точку, которая впереди. В общем-то, куча дополнительных настроечек, плюс показывает свидание, date. Понимаете, это промптовский перевод, походу. Ну, помнит вообще кто-нибудь, что такое промпт? Ну, ладно, в общем-то, выбрать в каком формате, потому что меня часто спрашивают, почему у меня на русском Real Clock. У меня не Real Clock, на самом деле, у меня вот такая вот штука. И это отсюда время берется. Реальное время очень надо, потому что ферма, игрушка такая, реально затягивает. Ну и со скриптами все, погнали дальше. Следующие модики я выделил, не знаю, как можно так вот сказать, в группу Реализм. Довольно-таки простые скриптики, первый из них называется AI Tire Tracks. Здесь сейчас этого не видно, но хотя может быть и видно. Эта штука делает так, что работники по курсплею, автодрайву и наймит и оставляют следы на поле. А то в ванильной игре такого на самом деле нет. Боже, какой засвет от неба, а? Ни хрена не видно, хоть фонарик включай. В общем-то, простой скриптик я решил себе поставить. Дальше аж 4 мода. Все в одной группе, советую ставить все 4. Называются они Real Dirt Color, то есть правильный цвет грязи. Если мы ездим по полю с травой, то, соответственно, грязь зеленая. Если по полю с известью, то, соответственно, трактор будет весь белый в извести. Все стандартно. Real Dirt Color Fix, какой-то фикс к нему, что-то чинит. На 19-й тоже был с фиксом, поэтому ничего нового. Далее Real Dirt Particles. Вроде как вот эти вот брызги из-под колес правильного цвета теперь стали вылетать. Или просто стали вылетать, если их раньше не было. Я, в общем-то, тоже пачкой это все дело оставил. Но, судя по описанию, речь идет именно про вот эти вот брызги. И еще такая штука, Real Dirt Color Tracks. Нужно заправить топливо. У нашего трактора заканчивается топливо. Но он сейчас, кстати, у него закончатся семена. Он поедет за семенами и заодно заскочит на заправку и заправится. Но, в общем-то, эти четыре мода на такой, я не знаю, это реализм или нет. Но, в общем-то, я себе решил поставить. 19-й ферме они у меня тоже всегда стояли. Далее у меня еще есть такой скрипт. Называется Расширенная система животноводства. Вроде как эта штука, опять-таки, животными я еще не занялся. Поэтому я не могу вам показать точно, как это работает. Но, судя по описанию, добавляет несколько новшеств. То есть, здоровье влияет. Они там могут умирать, животные. Позволяет в маленькие загоны при плоде забивать больше, чем есть вместимость. Но при этом им будет тесно и они тоже будут страдать. И так далее. И последний скриптик, друзья, из этой оперы. Называется Реалистик Рефлюинг. Опять-таки, простой скрипт, который делает заправку на заправках, как бы это странно ни звучало, более медленной. Ставит на свой страх и риск, потому что комбайн 1300 литров заправляться будет долго. Все, вот товарищ, кстати, поехал на АЗС. Я вам сейчас и покажу, как он работает. И к вопросу, да, об автодрайве, то вот, пожалуйста, все само работает. Он даже топливо закончилось. Он съездит на заправку, сам заправится. Правда, до заправки ему ехать далеко. Поэтому мы поговорим о других модах. Один модик у меня в графе объекты есть. Это, друзья, вот такой вот экран, который показывает вместимость ваших элеваторов. Тут, на самом деле, есть разные экраны. Я себе просто поставил один такой большой, но тут есть различные варианты. И, в общем-то, все, что там лежит, вы можете сразу видеть. Мне вот это нравится, поэтому я себе такое поставил. И еще, друзья, из объектов я поставил такую штуку. Я ей раньше пользовался, но здесь она не сильно нужна. Это вот такие вот бункеры для пополнения семян, удобрений, гербицидов. Ставите в любое место и, соответственно, пополняете ваши сиелки, удобрялки в этих штуках. Но здесь смысла, наверное, от нее не будет. Но, в общем-то, если вдруг кому надо, на другой карте. Ну и далее, друзья, техника, которой мы будем пользоваться именно модовская. Что я себе поставил. На самом деле, я небольшой любитель модовой техники. Особенно, если у нее нету каких-то новых функций. Но несколько штук я себе все равно без этого никак. Так, почему-то в Better Contracts есть какой-то новый тюковщик. Я не знаю, в чем его прикол. Но ладно, точнее, обмотчик для тюков. Не знаю сразу. Первое, в общем-то, что я поставил, это Auto Load Stock Trailer Pack. Стоковые трейлеры, которые у нас есть в ванильной игре. Вот эти вот платформы для перевозки тюков, поддонов. Но с автопогрузкой. Соответственно, тот скриптик, про который я вам рассказывал, он необходим. И, соответственно, вот сама техника. Я пока что ничего дополнительного не ставил. Я вот думаю, что я буду пользоваться этим. В игре вполне себе хватает своей техники. Также, тоже практически стандартный полуприцеп. Только разной длины для автопогрузки бревен. Flegal Timber Runner Auto Load Wood. Боже мой, я это произнес. Далее. Бродалка 250-500. Это большая удобрялка, большая посыпалка извести. Извести расходуется много. В принципе, в 19-й у меня побольше стояло тут бункер 25 тысяч литров. Можно поставить 50. Ну и, соответственно, немножко пошире разброс. Плюс его можно покрасить в любой цвет. Далее у меня стоит вот такая вот сейлка из какого-то DLC 19-й фермы. Ее оттуда выпилили. Но я помню, что вот она была у меня любимой сейлкой, наверное, из вот этой категории. То есть, 12-ти метровая, которая и удобряет вроде как. Или она не удобряет? Нет, она не удобряет, но она культивирует. Если мне не изменяет память. Могу ошибаться. Ну, короче, вот мне она почему-то нравилась, я решил ее и поставить. Также, друзья, мне нравился вот такой вот дискатор больше всего. Культиватор для культивации. Поэтому его я тоже решил впихнуть. Lemking Yand 12S1600. Есть еще у меня вот такой вот пакетик Lizard жидкостные танкеры. Ну, в модхабе, по-моему, кстати, находится танкер старше, танкер юниор. Прицепчик, тележка и полуприцеп для мана, который перевозит все жидкости на карте. Работает нормально. Плюс есть вот такая вот штука прикольная. Заполнение показывает. Можно разместить всякие декальки типа заливок. Но если вы выбираете здесь гербицид, то, соответственно, этот прицеп будет возить только гербицид. В общем-то, для жидкостей пойдет. Работать будет хорошо, раз в модхабе с автодрайвом тоже будет работать хорошо. И вот такая вот тюкалка, которой я буду или не буду, собирался пользоваться. Викон Фазбилл тоже из какого-то DLC в 19-й ферме. Быстро тюкует, быстро обматывает. Но вот единственный у нее косяк, из-за которого я ее не взял в прохождении. Чуть попозже, это только маленькие тюки. Но на поле она работает намного быстрее, чем другие тюковщики. Она вроде как не останавливается, когда там два бункера есть. И когда выгрузка тюка идет, он не останавливается. Также, разумеется, у меня стоит пак техники, который идет с картой. Тут, в принципе, ничего нового. Карта, друзья, North Free Session Marsh. Без каналов у нас будет. Потому что работа преимущественно курс-плей автодрайв. Вот эти вот найметы. Они, мне кажется, будут топиться в каналах. В общем-то, я этого не хочу. Без каналов. Если кто-то, вот если бы мы сами играли, там, на сервере, например, или в мультиплеере, только ручной тру, то да, каналы поставить прикольно. Но я себе вот решил поставить без каналов. Мне так больше нравится. Больше спокойствия будет, что ли. И, друзья, где взять все вот эти вот модики, о которых я сейчас сказал. В описании есть ссылочка, и оттуда все это дело можно скачать. Там же, друзья, можно скачать эту карту с русским переводом. Вот пошло, кстати, заполнение топлива. И видите, как медленно он заправляется. Я не знаю зачем, но мне показалось это прикольным. Поэтому я поставил эту штуку себе. Но, опять-таки, комбайн будет заполняться прям долго. Потому что бак 1300 литров, это прям долго, да. Так вот, я думаю, все знают эту карту. Она довольно популярная. Переведена она на русский язык. Спасибо одному человеку прекрасному. Прогрессор Баумер. У него тоже есть свой канал. Перейдите, передавайте ему от меня привет. У него там есть все инструкции по этой карте. Он выкладывает все переводы. Он это все дело переводит. Также, друзья, в паке к автодрайву есть карта автодрайва. Все маршруты готовые. Все тут прекрасно. Тоже все на русском. Все переведено. Я это все, друзья, выложу вам. Но лучше все-таки перейдите к челику. И посмотрите, что у него там есть. У него там тоже прохождение этой карты. Плюс все инструкции. Все описание. Он обзор каждого обновления. Гайды на автодрайв. Курсплей. Все есть, короче. Это, друзья, не реклама. Это просто совет вам посетить хорошего человека. Ну и на этом, друзья, все. Все, если у меня в течение прохождения моды какие-то будут появляться, а они будут появляться, потому что я вот даже сейчас ищу себе хреновину для заправки техники. Потому что, как оказалось, комбайны жрут топлива прям очень много. Или это у меня глюк какой-то? Ну прям очень много. Все. Товарищ заправился. Поехал пополняться семенами. А контракт на поле 76 завершен. Этого товарища мы тогда снимаем, складываем и отправляем к нам на базу. На самом деле, можно было прописать вам парковочное место и вообще этим не заниматься. То есть, со стоянки отправить технику прям работать. Он сюда приедет, все закультивирует. А после того, как закончит, поедет и станет обратно на парковочное место. Но у меня пока что этого всего нет. Я вот сейчас готовлюсь это делать. И где-то в пятой или шестой серии будем этим заниматься. Так вот, друзья. Если вдруг кому-то это дело оказалось полезным, то не забывайте лайк. Пишите комментарии по поводу этих модов. Может быть, что-то еще посоветуете мне. Потому что я в эту игру играю где-то неделю. И, разумеется, знаю далеко не обо всем. Если будут какие-то появляться моды, то там, где по ссылочке в описании, они там тоже будут добавляться. Ну и о них я уже буду рассказывать именно в прохождении, когда я их буду добавлять. Зайдите в гости к прогрессору Баумеру. Если кто-то хочет смотреть прохождение заранее, до того, как оно там в серии выходит, то ссылочка на Бусти в описании. Там это все есть. Спасибо, ребята, тем, кто уже поддерживает на Бусти. И всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки.